Уже в третий раз представительство Ямало-Ненецкого автономного округа в Санкт-Петербурге собирает активистов на фестиваль языков народов Севера. На этот раз в нём в гибридном формате приняли участие представители семи регионов, разговаривающие на 25 языках. Если же говорить о самом Ямале, то его коренными этносами являются ненцы, ханты и селькупы. «Правительство округа уделяет очень большое внимание именно сохранению и приумножению количества людей, которые разговаривают на родном языке, могут общаться. У нас существуют специальные программы именно преподавания родного языка». Специальные программы на Ямале вводят ещё и потому, что кочевой образ жизни здесь ведут рекордные для нашей страны 18 тысяч человек. Поэтому некоторые маленькие ненцы начинают активно говорить на русском только в школе. И чтобы языковой переход сделать максимально безболезненным, такие энтузиасты, как социальный антрополог и этнограф Александра Терёхина, организуют кочевые детские сады. «Мы занимались на улице, занятия велись на ненецком языке. И постоянно приходили бабушки и дедушки, которые просто было интересно поучаствовать в этом процессе, посмотреть. И они всегда вставляли какие-то реплики. Дети с ними тоже что-то обсуждали. Я с ним что-то обсуждалась после него. Поэтому такая создавалась учебная языковая среда». Но если ненецкому языку, к счастью, ничего не угрожает, то языки некоторых других северных народов находятся на грани исчезновения. Специалисты уже давно сошлись во мнении, что лучшим средством их спасения является семья. «Ядро проблемы и ядро решения – это, конечно, передача языка детям в семье. То есть, если с ребенком будут разговаривать на этом языке в семье, то велика вероятность, что как минимум он будет его знать как пассивный носитель. Потому что, конечно, на то, будет ли этот ребенок разговаривать в процессе своей жизнедеятельности, влияет достаточно много факторов, в том числе престиж языка, например. И то вообще, в принципе, где в обществе этот язык представлен». Но, к сожалению, во многих сообществах произошел поколенческий разрыв, когда молодые родители утратили родной язык и не могут передать его своим детям. В этих случаях может помочь, например, методика «Мастер-ученик», когда носитель, не обязательно имеющий педагогическое образование, в процессе активного бытового общения делится своими знаниями. «А при помощи этой методики в течение нескольких лет мы можем вырастить компетентного носителя, который впоследствии может дальше передавать этот язык». Впрочем, поддерживать родные языки можно и менее очевидными способами. Например, финская художница Санна Хукканен предлагает это делать с помощью комиксов. Преподаватель чукотского языка Зоя Туре с использованием пословиц и поговорок, а основатели проекта «Зов земли» решили продвигать тему кочевых народов России, создавая их фотообразы. Причем, чтобы передать самобытность, гармонию и красоту, далеко не всегда нужно отправляться за натурой в дальние путешествия. «Я сразу тоже говорю, что не все народности сфотографированы в месте их проживания, потому что мы пытаемся передать образ, дух, сказочность, культуру даже, можно так сказать. И поэтому некоторые элементы могут быть не сугубо традиционные, но стилизованные, и именно передающие некий колорит». В ходе заинтересованного и профессионального диалога участники сошлись во мнении, что для поддержания, а иногда и спасения языков, необходим комплексный подход, включающий создание разнообразного контента, его распространение на цифровых платформах, использование передовых методик, повышение уровня педагогических кадров. Но двумя важнейшими условиями должны быть инициатива со стороны самих коренных народов и поднятие статуса языков на государственном уровне. «Мы на английском языке видим вывески, а на языке в ивенкийском поселке нет этих вывесок. Это несложно сделать. Может быть, вот я говорила, чиновники, которые должны каждое свое официальное мероприятие в ивенкийском поселке начинать с приветствия на ивенкийском языке тоже. Три-четыре слова. Газеты, поздравления – это вот в практике, что должно быть минимум. Не надо начинать с глобального, надо начинать с конкретного. Это даст населению коренному понимание, что к его языку относятся с вниманием, с уважением». Впрочем, Нина Висалова пообещала не забывать и о глобальном, используя все возможные рычаги. Ведь с этого года решением Генеральной Ассамблеи ООН начинается десятилетие языков коренных народов мира. Исходя из этого, в России принят соответствующий национальный план из 64 пунктов. И очень хочется верить, что в 2032 году число носителей языков коренных народов Севера не сократится. Ведь многоязычие России – это одно из наших национальных достояний, которое нужно обязательно сохранить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова